В СУ на Таврическом направлении ликвидировали почти 500 оккупантов, есть и пленные. За прошедшие сутки, 3 ноября, на Таврическом направлении наши военные ликвидировали 463 оккупантов. В частности уничтожили 35 единиц военной техники врага, об этом сообщает РБК Украина со ссылкой на Facebook страницу Объединенного пресс-центра сил обороны Таврического направления. На Таврическом направлении террористы, нанесли 22 авиаудара, провели 51 боевое столкновение, осуществили 988 артобстрелов, в зоне ответственности ОСУВ, Таврия, на Авдеевском направлении враг, при поддержке авиации, не оставляет попыток окружить Авдеевку. Наши воины и воинки стойко держат оборону и наносят оккупантам значительные потери, пишет пресс-служба, в СУ отбили 20 атак врага в районах населенных пунктов Степное, Тоненькое, Авдеевка, Северное, Первомайское Донецкой области, Марьинское направление, враг безуспешно вел штурмовые действия в районе Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где украинскими защитниками и защитницами отражено около 20 атак врага, шахтерское направление, враг пытался штурмовать возле населенного пункта Старомайорской Донецкой области, Запорожское направление, россияне пытались восстановить утраченное положение неподалеку Работино-Запорожской области, достижения наших военных, в то же время, силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта, пишет пресс-служба, между тем подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток выполнили 1003 огневых задач. Потери врага составили 463 человека. Четверо террористов решили сдаться в плен, также было уничтожено 35 единиц военной техники террористов, в частности, 4 танка, 9 ББМ, 6 арчистем, одно средство ПВО, 7 БПЛ, 6 автомобилей, 2 единицы спецтехники, в частности уничтожено 4 склада боеприпасов. Потери врага в войне согласно последним данным Генерального штаба Вооруженных сил, за прошедшие сутки наши военные ликвидировали 830 российских террористов. С начала войны Россия потеряла около 304 100 единиц личного состава. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК Украина в Телеграм.